Уже который день ограждения на Северной окружной не восстанавливают. Железные крепления свисают на тросах и представляют опасность, особенно для мотоциклистов. Если водитель мотоцикла не летит на такое крепление под углом, травмы вряд ли получится избежать. В целом же, конечно, трудно спорить с тем, что при соответствующем уровне натяжения упругий трос удержит автомобиль на дороге, сохранит жизнь водителю и пассажирам. Из-за конструктивных особенностей металлических ограждений барьерного типа, для их установки должен учитываться и подходить ряд факторов. Основной из которых – ширина проезжей части. На участках дорог с шириной проезжей части недостаточно для установки барьерных ограждений. Устанавливаются тросовые ограждения, которые также показали высокую эффективность касаемо снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Тросовые ограждения, как правило, имеют небольшую стоимость технического обслуживания. Считается, что стойки после столкновения с ограждением транспортных средств быстро заменяются, не требуя значительных затрат и оборудования. Но почему же на Северной окружной дороге до сих пор этого не сделано? Тросовые ограждения должны находиться в исправном состоянии, чтобы обеспечить безопасность водителей. За шесть месяцев текущего года в Рязанской области на участках уличной дорожной сети, на которых по оси проезжей части установлено тросовые ограждения, зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Случаев гибели участников дорожного движения за данный период не зарегистрировано. За аналогичный период 2016 года, когда на данных участках не было установлено тросовое ограждение, зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибли и 45 получили травмы различной степени тяжести. Данные цифры говорят о высокой эффективности барьерных ограждений. Тросовое ограждение на разделительной полосе предупреждает лобовые столкновения, ведущие к наиболее тяжким последствиям. Тем самым снижается вероятность летального исхода ДТП. Для того, чтобы эти конструкции выполняли свои функции, их просто необходимо восстановить. Занимается этим собственник автодороги. Мы обратились в администрацию города Рязани за разъяснением. Нам ответили, что в этом году недочеты в тросовом ограждении будут устранены. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».